вот медведь герб жимойтии такой стул интересный и написано 1219 год произведение такое лина королева жимойтии 2019 журавль так всем привет ребята заехали в одно священное место за святой водой и на расскажи и лурдо троту Крышу отремонтировали. Стяжку сделали двух стен. Наверное, развалилось. Что, Лена, не можешь воды набрать из колодца? Ведра нету. Кружка есть. Ты про место-то расскажи, что это. Лена говорит, что с Парижа привезли. Ну так, а что тут не понимаешь? Заехали в такой населенный пункт Саугос. Сейчас покажем очередную 3D-карту. Вот 3D-карта Саугос. Герб Шерунского района. Так, мы сейчас находимся здесь. Возле здания, которое называется Швенту Пязимира Божнича. Парижа. Возле здания. Возле здания. Возле здания. Возле здания. Когда работает Лена? Только воскресеньем. Сама уходила. Только по воскресеньям работает? Тут еще несколько объектов меня заинтересовало. А именно, старая восточно-прусская железная станция. Прикольно, ребята, дорожка мухом заросла. Такие массивные двери. Кирпич тоже. Вот я замечаю, что на многих зданиях по углам уже кирпичи переложены. Новые, можно сказать. По-немецки написано Konig Lpresseus Landes auf nach Helme. И почему-то звезды Давида. Вот эта метка тоже интересная. Очень кирпичи интересные. Трехугольные. Давайте посмотрим, как она выглядит со всех сторон. Дверь с внутреннего двора. Ну, такая чисто восточная. И стиль такой чисто немецкий. Радует, что кондиционер поставили. Вообще интересно строили раньше такие большие здания. И как там вообще зимой отапливались? Вы хоть раз видели? Хотя бы в одной церкви. Чтобы печки были. Трубы печные. Тут смотрю некоторые каналы. Ютубовские. Так там втирают, что там как-то по воздуху энергию передавалось. И всякий бред. И люди смотрят эти каналы. Чем больше всякий бред несешь, тем тебя больше смотрят. И особенно у них комментарии доставляют. Вот здесь, допустим, про нее уже могли сказать, что на крыше вот эти два шпиля, там они электричество по воздуху принимали. А это вообще думаю, что это громотвод. Вот рядом находится кафе Валентина. Тоже восточно-прусский такой мотив здания. Лина там на разведку пошла, что-то я там заинтересовалась. Вон там стекла выбиты у нее. Думаю, что это пристройка вот. В ней сейчас богослужение проходит. И, ребята, я просто не мог не подойти вот здесь посмотреть, что это тут такое. Ребята, эта инсталляция посвящена деревням, которые пропали, но исчезли. И тут их название. Ауштумала. И немецкие, восточно-прусские названия деревень. Например, Юргеней. По-немецки будет Юнтшен. Юнтшен, Юнтшен. Ауштумала. Ауштумал. И так далее. То есть... Ну... Русские земли. И это чувствуется. По зданиям, по вообще атмосфере. И очень много немцев приезжает на свои старые земли посмотреть. Особенно летом это видно. Это что, машины с немецкими номерами. Вот в Шелуте заезжают. Тоже восточно-прусский город. Лесопилка. Старинная. Лейнтвирна. Немецкая, что ли? Вот, ребята, мельница старая. Прусская. Сейчас тут дерево обрабатывающая такая, как маленькая фабричка. Вот так она выглядит спереди. Ну... И, в принципе, все. Все, до новых встреч, друзья. Опа. Нашел вот такую станцию. Ничего интересного. Тоже здание интересное. Техническое помещение. Для станции было там... Может, уголь хранили. Еще что-нибудь.